друзья всем привет с вами блок авто мпс и прежде чем я скажу вам название автомобиля который стоит позади меня приготовьте ручку и бумагу для того чтобы его записать потому что это дон фейн dfsk ix 7 а сзади на нем еще и шильдик фингон что вот эта вся конструкция вместе значит я честно говоря не очень понимаю и для меня это просто еще одна модель бренда дон фейн который сейчас на российском рынке пока еще представлен не очень серьезно но я вам уже рассказывал когда мы снимали шайн макс что на 2024 год у компании план добавить в линейку еще восемь моделей таким образом их суммарно должно стать 11 а это больше чем предлагает черри джили или хвл уж насколько они будут продаваться там хорошо или плохо покажет только время и обещание начинает сбываться к нам приехал вот такой вот большой 7 местный кроссовер который по габаритам даже превосходит черри тига 8 pro max у него полный привод но самое интересное что под капотом у него двухлитровый турбомотор и классический шестиступенчатый автомат все как вы просили достаточно богато оснащенный автомобиль и его цена 4 миллиона рублей кроме того у нас в ролике сегодня будет еще один автомобиль на миллион подешевле ну собственно во всем по порядку и что касается стоимости обслуживания и этих автомобилей и любых других какой бы вы сейчас не купили неважно будет он новым поддержанным из официальной поставки либо везенной серыми дилерами его придется обслуживать и как правило интервал на большинстве машин сейчас десять тысяч километров либо раз в год если вы катаетесь мало и чтобы сэкономить на то я вам советую заходить на сайт автоспот точка ру там есть предложение от огромного количества как от официальных дилеров так и от качественных сервисных центров которые ребята из автоспота сами проверяют объезжают работают с рекламацией если что-то вдруг вас в работе сервиса не устроило вы обращаетесь обратно к ребятам в автоспот и они помогают вам решать любые проблемы ну и скидки которые они вам дают от розничных цен достигают порой 50 процентов а иногда и даже превышают так что вы можете и хорошо сэкономить и при этом получить более качественный сервис нежели обращаясь напрямую в автосалон капот открывается в два приема никакого фиксатора не предусмотрено зато есть два уже штатных заводских газовых упора и может показаться что здесь двигатель v8 вот судя по пластиковому кожуху v8 на самом деле 2 литра turbo 231 лошадиные силы и больше 350 ньютон метров крутящего момента и тот самый шестиступенчатый автомат капот как видите он полностью закрыт пластиком и кроме того есть такой плотный резиновый контур не знаю зачем чтобы защитить этот пластик от этого пластика есть отверстие для залива не замерзайки охлаждающая жидкость тормозная и вот здесь вот под крышечкой можно обнаружить масляный щуп но если вдруг вы понимаете что масла вам там не хватает она куда-то делась то во первых тяжело попасть обратно вставляю щуп а кроме того непонятно как его заливать потому что доступа именно к масло заливной горловине здесь ну так вот на первый взгляд нет уже надо будет видимо вынимать пистончики либо вот эту часть выковыривать и где-то здесь должна быть масло заливная горловина с водительской стороны у нас здесь под крышкой прячется аккумуляторная батарея кстати на 70 ампер часов так что скорее всего она должна хорошо заводиться и кстати эти автомобили они российской сборки ребята из дон фей не говорят сколько конкретно собраны этих машин но они именно вот финально собраны в россии и поэтому они по идее сейчас получается дешевле чем например просят за черри который китайской сборки но там есть налоговые послабления капот закрываем плотненько потому что там собственно двойной этот механизм да и дорожный просвет заявлено что у dfsk ax7 200 миллиметров я достаю свою рулетку для того чтобы это проверить защита двигателя у нас полностью пластиковая внизу установлен радар вот эта часть черный не окрашенный пластик вроде бы все хорошо но снизу вот такая блестящая часть так что аккуратнее и лезем лезем и вот насколько я могу туда пробраться вот сейчас на конкретно вот этом автомобиле насколько я смог туда забраться я намерил 18 но может быть 18 с половиной сантиметров 20 мне кажется здесь не будет зато есть фронтальной камеры и собственно есть система кругового обзора а сейчас давайте заглянем салон двери полностью закрывают пороги что удобно и посмотрите какой ключик ничего не напоминает это очень похоже на ключ который использовала компания porsche вот у них прям были похожего рода машинки но и у джили тугела там тоже машинка но она все-таки другой формы а любопытно что у себя на родине в китае don feng сотрудничает с honda nissan с инфинити они какое-то время сотрудничали с volvo и у них достаточно долгие плотные партнерские взаимоотношения с peugeot citroen а но при этом я сажусь в салон автомобиля и я здесь вижу много немецких цитат сам руль похож на audi блок стеклоподъемников он такой металлизированный тоже похожее на audi вот эти клавиши управления центральным замком и самое забавное вот этот шильдик на нем написано фингон но в audi вот в точно таком же месте располагался шильдик quattro а вот этот утопленный экранчик вот под общим козырьком очень напоминает автомобили porsche вот ну правда вот есть какие-то цитаты и при этом например вопреки современной моде здесь обычные круглые стрелочные приборы и центральный такой небольшой монохромный экранчик уж не знаю как все это уживается в одном автомобиле но вот получилось вот так руль регулируется и по вылету и по высоте что удобно есть проекционный дисплей он не очень большой но он есть и он управляется физическими клавишами и в принципе обилие кнопок вот здесь это настоящий такой подарок можно принудительно отключить задний мост можно включить режим lock здесь же вот настройки режима вождения ручной тормоз экран разумеется сенсорный но кроме того по старинке как в автомобилях audi или bmw можно управлять им вот этой шайбой мне кажется вот обилие функций современных автомобилях это не самая удобная идея все равно ты вынужден смотреть на экран да еще как-то координировать свои действия рукой вот с тем что происходит на экране это убьет еще быстрее но вот забавно что такая штука есть классический селектор автомата и раздельный блок климат-контроля мест над головой достаточно много да черный потолок он как-то съедает пространство может показаться что тесновато но нет диапазон регулировки достаточно большой и самое главное что уникально для китайских автомобилей это то что подушка водительского кресла она регулируется не только вверх-вниз она еще и вот так вот регулируется по углу наклона такого вот ну крайне редко встретишь в китайцах есть подсветочка зеркалах есть естественно подсветка салона такой большой бокс здесь юсб-шка и есть еще разъем под джек есть подстаканник и настоящий прикуриватель на самом деле в китае же очень многие курят да и здесь вот такая обычная пепельница и прикуриватель ведь чаще всего в современных машинах применяют просто заглушки здесь все по-настоящему снизу никакой ниши не предусмотрено что скорее в этом автомобиле все-таки выдают возраст но в данном случае это скорее такое обращение к классике потому что по оснащению вроде бы все есть сидеть за рулем удобно но при этом ощущение старомодности в этом автомобиле но не покидает зеркало электрохромная так что вот по ощущениям достаточно крупный такой и удобный по посадке автомобиль а я сейчас перебираюсь на второй ряд сидений чтобы посмотреть как там место сзади с большим запасом я сижу сам за собой и до коленей меня вот так вот есть воздуховоды под передними креслами и вот здесь вот сзади есть свой собственный блок управления но это не климат-контроль это вентилятор который установлен в задней части кузова и который дует вот отсюда сверху потому что основная печка она дует вот воздуховодами снизу а дополнительная печка она дует сверху я надеюсь что не есть система отопления но как минимум летом это точно будет очень кстати потому что холодный воздух он как раз спускается сверху вниз дуть отсюда горячим особого смысла нет горячий надо подавать снизу и он будет подниматься вверх обогревая салон диван достаточно широкий но не очень удобно и вот мне бы хотелось чтобы как-то поддержка ног было получше есть большой кармашек есть одна юсб шка собственно спереди есть еще и беспроводная зарядка есть подлокотничек спинка регулируется по углу наклона вот так вот такое максимально откинутое положение но на более комфортно сидеть как-то вот так и сам диван ездит на салатках можно вот задвинуться до упора вперед а можно вот так вот отодвинуться и тут прям получается почти целая ладонь я выставлю на какое-то вот такое среднее положение модель спереди очень просторно и сейчас я попробую пробраться на третий ряд сидений удобнее делать это именно с правой стороны по ходу автомобиля отъезжает достаточно далеко если заходить через дверь то место вот здесь достаточно много и и и вот сейчас я здесь сзади поместился место ну наверное примерно как в черри тига 8 pro max здесь потолок он немножко так при опускается но здорово что диапазон регулировки угла наклона спинки он достаточно большой я могу вот так вот откинуться и в общем то удобно сидеть могу так сесть по вертикальнее есть подстаканники и справа и слева есть воздуховоды но к сожалению нет подсветки вот задняя часть она темно учитывая что еще темный потолок тут так это места для поцелуев как говорили раньше и любопытно что третий ряд сидений разделен не пополам а вот так вот в соотношении 40 на 60 вот здесь вот проходит раздел но при этом третьего ремня безопасности нет так что юридически это естественно семиместный автомобиль двое спереди трое на втором ряду и двое сзади но теоретически нет я не буду вам этого говорить нельзя здесь перевозить третьего хотя потенциально места ему вроде как бы хватает но ремня безопасности нет значит перевозить его нельзя а сзади здесь сразу две надписи фенгон не знаю зачем они здесь получились при том что они разными шрифтами вот здесь вот крупно на задней двери и вот здесь еще дополнительный фенгон 7 ну вот такой вот странный у китайцев naming они это называют отдельными линейками в рамках бренда есть вот дон фейн у них есть линейка айолус под которой продается седан шайн макс есть серьезные внедорожники есть вот такой как бы суббренд фенгон под которым тоже продаются какие-то автомобили но это примерно также заморочено как был ландровер рейндж ровер да вот там тоже все это было закручено длина автомобиля используется практически по максимуму бампер минимально выступает багажник разумеется с электроприводом без вариантов и вот в таком семиместном варианте багажник естественно не очень большой у него много ширины вот здесь вот есть даже как это специально такая дополнительная маленькая ниша ну вот так вот тут по полу 43 сантиметра внизу есть местечко для размещения шторки что удобно и здесь же набор инструмента запасное колесо докатка крепится снизу и багажник вот он сейчас открылся вроде бы на нормальную высоту я под ним хожу спокойно но вот эти вот крылышки они опасны здорово что здесь нет острых углов изнутри есть даже специальная пластиковая накладка видимо уже был опыт но вот этих крылышек по бокам стоит опасаться и кстати это то что роднит этот автомобиль сауди у них же тоже часто было вот такой вот дизайн задней части когда фонарь полностью поднимается наверх но есть дублирующий вот здесь внизу если вы остановились на дороге чтобы аварийка мигал чтобы у вас было просто видно а теперь складываем сиденье 3 ряда и вот здесь вот получается уже внушительный объем до спинки сиденья 2 ряда когда они отодвинуты до упора назад по пол метр 10 ширина между арками здесь 116 сантиметров ты сюда можно прям метр на метр точно запихивать шторка располагается достаточно низко до шторки всего там вот 42 сантиметра но если мы с вами говорим про загрузку до потолка даже вот здесь в самой нижней части 81 сантиметр перемножаем все эти три цифры и получаем больше 900 литров но это вот такой теоретический объем потому что естественно при загрузке до потолка будут свои нюансы сиденье второго ряда складываются в ровный пол и вот сейчас водительское кресло она стоит по-прежнему под мой рост метр восемьдесят один и я могу здесь не только лечь спать я могу перевести какие-то длинномеры длиной ровно два метра ну и собственно а могу просто здесь лечь спать а это don't think dfsk а x5 машина более компактной и что мне нравится она такая красивая купе образная вроде бы по последней моде но я вижу здесь скорее вот такой обычный лифтбэк какой была например skoda octavia или у меня была такая mazda 6 но при этом она с увеличенным дорожным просветом заявлено также 200 миллиметров и получается что у вас такой вроде бы семейный достаточно просторный автомобиль с удобным универсальным кузовом который не выглядит тяжеловесно не выглядит как сарай там или большой кроссовер но при этом есть дорожный просвет но к сожалению конкретно у этого автомобиля полного привода не предлагается здесь под капотом полуторалитровый турбомоторчик 137 лошадиных сил для российского рынка но в китае он 149 и в паре с ним работает вариатор так что машина скорее так городская вот такая стильная красиво вот мне не наверное нравится даже больше так что давайте с ним разбираться крутящий момент сравнительно небольшой 220 ньютон-метров хотя мы знаем что у дон фене есть турбомотор с которого снимается 190 лошадиных сил и 290 ньютон-метров крутящего момента и здесь уже вопрос к вам когда мы говорим что с маленьких моторчиков снимается многостью вы говорите да ну это ламуч это не может работать здесь как раз снимается сравнительно мало и я надеюсь что такой вариант вы назовете более долговечным привод цепной у грм как у этого автомобиля так и у а x7 также все закрыто пластиком вот здесь вот доступ к щупу и здесь же можно увидеть маслозаливную горловину но залить в него масло просто не получится либо нужна какая-то такой сложной формы лейка в удобном доступе только бачок для незамерзайки здесь же охлаждающий жидкость с другой стороны аккумулятор все примерно так же но вот разве что пластик разделен на две части при желании может демонтировать здорово что есть шумоизоляция капота хотя вроде бы моторный отсек он и так изолирован газовые упоры штатные две штучки нижняя часть бампера полностью черная не окрашенная что хорошо мне такое нравится а вот то что с завода нет никакой защиты двигателя это скорее плохо либо это намек на то что ставьте сразу стальную потому что многие же покупая машину у дилера они снимают выкидывают пластик и ставят сталь и наверное это разумный путь самая нижняя точка под двигателем это гофро выхлопной системы и под ней где-то также 18 с половиной сантиметров также достаточно низко расположен алюминиевый картер двигателя и масляный фильтр так что без защиты здесь точно ездить не стоит салон здесь очень похожи точно такой же руль одинаковая приборка но экран мультимедиа он немного развернут к водителю что вроде как бы подчеркивает такого более спортивный характер здорово что баранка также регулируется и по вылету и по высоте что удобно но у водительского кресла нет памяти более мощная боковая поддержка вот я прям силы и кресло меня обнимает но передняя часть кресла она не регулируется по углу наклона такой же классический селектор функциональных клавиш намного меньше ну потому что собственно и функционал автомобиля проще полного привода то нет вот здесь вот блок сенсорного климат-контроля два подстаканника но без прикуривателя потому что он прячется вот здесь вот уже вот в этом подпорье похожий по форме но чуть более просто отделан этот центральный бокс если в семерке он был полностью выложен ворсом и там была беспроводная зарядка то здесь он просто вот обычный пластиковый также есть одна юсб и разъем под джек также достаточно большая стеклянная крыша но зеркало обычная переключается вручную есть видеорегистратор и зеркалах точно также есть подсветка и здорово что вот здесь вот на дверь выведена собственные воздуховоды зимой боковые окна точно не будут потеть но самое интересное я уверен ждет вас на заднем сидении а теперь настоящий сюрприз машина с индексом 5 снаружи она выглядит такой компактный даже придавлены сверху нее такая динамичная оконная линия и я при росте метр восемьдесят один отрегулировав водительское кресло под себя сажусь сзади и у меня до колени остается вот больше пол ладони над головой ладонь вот все пять пальцев на ребре спокойно помещаются есть собственные воздуховоды есть кармашек юсб-шка и 12 вольтовая розетка центральный тоннель практически отсутствует если бы еще лет пять назад мне бы сказали что на российском рынке за 30 тысяч долларов я смогу купить кроссовер в котором будет прорва место сзади у него будет нормальный дорожный просвет он будет клёво выглядеть я бы сказал ну так не бывает но мы что но китайцы нас приучили к тому что место сзади будет очень много да есть другие нюансы например что в этом автомобиле что в семерке из теплых опций только подогрев передних кресел задний диван руль лобовое стекло ничего пока не греется но ребята из дон фене обещают что они над этим работают и следующей партии машин должны приходить уже с большим набором теплых опций а пока вот так вот даже несмотря на то что x5 это вроде бы кросс купе у него есть задний стеклоочиститель и мне кажется это правильное решение потому что у нас с вами зима снег в любом случае падает до можно включить электрообогрев и он будет постепенно таять но насколько удобнее махнуть задним дворником и стекло точно будет чистым сзади такая же надпись фингон не знаю зачем она здесь нужна но так получилось кнопка открывания багажника расположен достаточно низко вот здесь вот но у него есть электропривод а самое главное объем длина багажника по полу вот так вот метр девять по ширине между арками вот в самом узком месте метр 05 и высота 45 сантиметров если перемножить эти три цифры то здесь получится около 500 литров понятно что у спинки заднего дивана есть наклон здесь немножко объема срежется но в то же время добавится вот эти вот ниши вот здесь вот выемка есть собственная подсветка так что ну я думаю 450 по методике журнала за рулем мы бы суда вот уложили потому что и ширины много и длины тоже достаточно много под полом узенькая докатка и здесь же набор инструмента ну может быть шумоизоляции хотелось бы побольше зато сам пол он достаточно толстый и отбит вот таким приятным ковролином и вроде бы сейчас самое время подводить итоги но это еще далеко не финал вот эти два автомобиля а x5 и а x7 они уже приехали в салон дилеров и они уже продаются напомню 3 миллиона 4 миллиона рублей но don't think продолжает развиваться и совсем скоро у нас на рынке появится модель dfsk 500 которая стоит здесь вот рядом со мной а позади меня стоит dfsk 600 и это более крупный 7 местный кроссовер с передним приводом это совсем компактная такая простая машина с атмосферным моторчиком и друзья у меня к вам вопрос сегодня такой вот смотрите мы вроде бы за последние два года привыкли к тому что у нас есть три лидирующих китайских бренда черри джили хвл в любом порядке неважно постепенно к ним подбирается чинган и вот теперь don't think ребята активно развивают свой модельный ряд и готовы ли вы рассматривать их также потому что цены ну а я бы сказал они вполне себе в рынке машины нарисованы нарядно но опыта эксплуатации по ним естественно пока еще просто никакого нет но готовы ли вы сейчас приходить в салоны дилеров don't think и рассматривать такие автомобили к покупке или нет или останавливаемся на трех уже привычных нам китайских брендах но если вы китайцам еще не привыкли подписывайтесь на наш канал проходите по ссылочке в описании там мы разыгрываем для вас три классических отечественных лады веса гранта и него траву их можно получить абсолютно бесплатно